Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии согласовала выделение средств на выплаты пострадавшим от ЧАЭС. Как сообщает ГТРК Бурятия, средства будут направлены в городе Улан-Удэ для выплат жителям, пострадавшим из-за повышения уровня воды в реке Селенга и затопления приусадебных участков и жилых домов. На эти цели будет направлено 650 тысяч рублей. Работа комиссии по оценке ущерба продолжается. Джидинскому району дополнительно направят 2,29 миллиона рублей на выплаты жителям сел Шертыкей и Нижней Тарей, пострадавшим в период выпадения обильных осадков в виде града и дождя, схода дождевых потоков с гор на жилые дома. Мероприятия по ликвидации последствий ЧАЭС и оказанию помощи пострадавшим продолжаются. Люди оказались в тяжелой ситуации, сейчас уже не тепло, поэтому мы максимально ускорили работу по выплатам. Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро. Негодование людей справедливо, и можно понять, многие приобретали дома, не зная, что территория затапливаемая. Людей, которые продавали дома, раздавали земли, нет уже на местах. Но мы есть и мы устраняем сегодня ЧАЭС, и людям надо помочь, это наши жители, отметил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. В Бурятии продолжаются выплаты пострадавшим от паводков и обильных осадков. На сегодняшний день помощь в виде выплат получили 2660 человек на сумму 53,8 миллиона рублей. Кроме того, выделены денежные средства для выдачи борщового набора – 90 килограммов. Картофеля – 40 килограммов. Капусты – 17 килограммов. Моркови – 18 килограммов. Свклы на человека. Такую помощь получили 905 человек на сумму 3,6 миллиона рублей. Также стало известно, что в понедельник, 20 сентября, глава Бурятии Алексей Циденов проведет онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков и обильных осадков. На встречу приглашены жители шести муниципалитетов, которые оказались в зоне подтопления – и Волгинского, Кяхтинского, Торбогатайского, Селингинского, Кабанского районов и городе Улан-Удэ. Также к обсуждению проблем подтопленных территорий приглашены главы сельских поселений и районов. Продолжение следует...